Взрыв в штабе самообороны Одессы. Около трех часов ночи во двор здания на канатной 35 бросили взрывчатку. Неизвестные перебросили самодельную бомбу через забор. Против шлагбаумов и платных парковок. Одесские активисты открыли въезды на пляжи Аркадий и Лузановки. Правда, ненадолго. Если человек не желает оплачивать услугу, то ему навязать ее невозможно. Яркий порошок вместо оружия и море позитива. На выходных в Одессе прошел фестиваль красок. Люди, когда кидают подобную пищевую краску, они выплескивают в эту краску всю свою злобу, весь свой негатив. Об этих и других событиях мы расскажем прямо сейчас. Итак, взрыв в штабе самообороны Одессы. Во двор здания на канатной 35, где размещается офис гражданских активистов и волонтеров, около трех часов ночи забросили взрывчатку. К счастью, никто не пострадал. Взрывной волной лишь выбило стекла в помещение охраны. В милиции, произошедшее терактом, не считают. Но у самообороны другое мнение. На месте взрыва побывала Александра Мироненко. Неизвестные перебросили самодельную бомбу через забор. От взрывной волны сильно пострадало помещение охраны. По предварительным оценкам, мощность бомбы составляет 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что подрывников было двое. Сработали буквально за считанные секунды. Выбуховый пристрель с болтами, перепрошу. Вот, залишки. Прижать увагу, это корпус от аккумулятора. Выбуховый пристрель – это бомба. В самообороне уверенной целью подрывников был их штаб. Хотя в этом же здании находятся и волонтерские организации. Активисты отмечают, работали дилетанты. Но волонтеры считают, главной задачей было спугнуть патриотическую деятельность центра в целом. И добавляют, связывать этот взрыв с предыдущими терактами в волонтерских центрах не стоит. В планах усилить охрану здания на Канатной, 35. Очень долгое время было вроде бы так тихо относительно, да, касательно взрывов. Поэтому я не знаю. Я сложно строить догадки, не пойми, что у них в голове, и кто это делает, и с какими целями. Однозначно это плохо. Естественно, охрана будет усилена. У нас есть камеры внешнего наблюдения. К счастью, никто не пострадал. Незадолго до взрыва охранник вышел из своего помещения. В милиции, происшедшие терактом, не считают. Квалифицировали как умышленное повреждение имущества. Это умышленное повреждение имущества. Дальше это уже на усмотрение следователя. То есть по той информации, которая собрана на месте, общение со свидетелями-очевидцами, квалификация принята решение по статье 194. Это уже третий взрыв в Одессе за месяц. Предыдущий прогремел в баре «Либерти» на Ришельевской ровно две недели назад. И лишь один из них, взрыв в ресторане у Ангеловых, квалифицировали как теракт. Александра Мироненко, Эдуард Шендерович. Первый городской. Пожар в ГАИ лишил Одессу системы управления светофорами. Огонь вспыхнул на втором этаже здания городского управления госавтоинспекции на Раскидайловской. Пламя охватило 25 квадратных метров. Всего одну комнату. Именно в этом помещении находилась система управления всеми городскими светофорами. Спасатели прибыли на место происшествия в считанные минуты и вытащили из горящего здания пострадавшего. Технику спасти не удалось. Причины пожара сейчас устанавливаются. Судьи Приморского суда, рассматривающие дело Стрелка с Греческой, написали заявление о самоотводе. Этого требовали активисты, пришедшие на заседание, и защита обвиняемого. Кроме того, они настаивали на переносе дела в другой суд. Отмечу, один из членов коллегии находился в отпуске и не смог написать самоотвод. Глава Приморского суда пообещал активистам рассмотреть оба заявления и вынести решение относительно направления дела в областной апелляционный суд, который и может изменить подсудность. Напомню, Сергей Ходиак подозревается в убийстве двух человек на Греческой площади 2 мая прошлого года. Более 500 курсантов Одесской военной академии присягнули на верность украинскому народу. Все они закончили факультет подготовки офицеров запаса. Два года ребята обучались по 12 военным специальностям, в том числе осваивали навыки связистов, танкистов и десантников, которых так не хватает в зоне АТО. Среди тех, кто получил звездочки младших лейтенантов, были и бойцы, которые уже прошли службу на Донбассе. Всего за время существования факультета подготовки офицеров запаса академия выпустила около 7 тысяч офицеров. Это офицеры запаса. Они учатся в разных военных учебных закладах, получают свои цивильные специальности. Но если будет задача, они будут признаны на действующую военную службу и будут выполнять задачи как в лавах Збройных сил Украины, так и в лавах других силовых структур по защиту нашей страны. Добавлю, из 500 выпускников командование отметило 30 лучших курсантов. Их наградили почетными грамотами. Безусловно, это необходимо. В случае, если меня призовут в следующей мобилизации или в дальнейшем, у меня будет база. Это, конечно, все лишь база. И когда мы проходили сборы, там были мобилизированы, и у них, конечно, подготовка намного серьезнее. Но эта наша база даст нам возможность быстрее втянуться и лучше осознать то, что нас с вами будет происходить в дальнейшем. В Одесском порту незаконно передали в аренду часть объектов. Из-за этого предприятие не могло оказывать полный спектр стивидорных услуг, в частности, разгружать суда и укладывать на борт грузы. При этом государственный бюджет терпел убытки. Об этом сообщает служба безопасности Украины, которая начала проверять порты страны. К тому же через эти арендованные объекты был налажен канал контрабанды. Как выяснилось, в коррупционной схеме участвовали должностные лица порта, Министерства инфраструктуры и Фонда госимущества Украины. По этому факту начато досудебное расследование. Акция беспрецедентной щедрости. Одесские активисты открыли въезд на пляжи Аркадий и Лузановки. Автомобилистов совершенно свободно пропускали на платные парковки. Правда, продлилось это недолго предпринимателям. Подобная инициатива не понравилась. И они пытались всячески сопротивляться. Почему активисты боролись со шлагбаумами и платными стоянками на пляжах, знает Дмитрий Долматов. Въезд на пляж Аркадия. Непрекращающийся поток машин с каждой минимум 5 гривен. Обелечивают автомобилистов через паркомат. По-другому проехать нельзя. Даже проход для инвалидов заблокирован клумбой. Кому отдыхающие перечисляют деньги, непонятно, говорят активисты. По закону шлагбаума здесь вообще быть не должно. Мы сделали свой запрос по ОКПО. Здесь номер есть. Этот номер в базу не забивается. Что за предприятие работает, неизвестно. Согласно правилам пункта 15.15, данный шлагбаум является как просто по правилам мусор на дороге. Но люди собирают с этого деньги. Заметив телекамеру, парковщик проводит нехитрые манипуляции. И вуаля, шлагбаум теперь поднимается даже без выдачи талона. Проезжайте, проезжайте. Несколько десятков машин проезжают бесплатно. Но потом внезапно шлагбаум перестает работать. По крайней мере, так говорят парковщики. Возле въезда в Аркадию образовывается огромная пробка. Активисты дорожного контроля передвигают клумбу. Въезд на пляж снова открыт. Общественники неоднократно писали заявление в милицию. По факту работы незаконной парковки даже открыли уголовное производство. Вместе с платным въездом на пляж должен быть и бесплатный, говорят активисты. Если человек не желает оплачивать услугу, то ему навязать ее невозможно. Ни один оператор не имеет права. Право человека всегда отказаться. Почему? Потому что данная территория, если даже она официально арендована, она арендована предпринимателем, который осуществляет свою хозяйственную деятельность. В рамках своей хозяйственной деятельности он предоставляет услугу, которую навязать, вы же понимаете, он не имеет права. После Аркадия общественники проверили пляжи Дельфин и Лузановка. Проблемы те же. Стоянки неблагоустроены, деньги берут просто за въезд. Правда, после разговора с представителем оператора выясняется, платить нужно только за паркоместо. Проехать к пляжу можно совершенно бесплатно. Я не хочу дальше ехать, я вот здесь хочу остановиться, вот сразу проехать 100 метров и остановиться. Ну хорошо. Я обязан платить? Нет, проезжать. А, все, то есть можно проезжать? Можете проезжать, не платите, если вы на парковку заезжаете. Это юрист, представляющий интересы вашего оператора. Вот он сказал, что здесь вот можно 100-200 метров проехать бесплатно. Дайте трубку, пожалуйста. Пожалуйста, трубку, вот он рядом. То, что акция разовая, а за въезд потом все равно придется платить, понимают и активисты, и парковщики. Но регулярные рейды должны привлечь к проблеме доступности пляжей и внимания власти, говорят общественники. Но пока попасть бесплатно на пляжи можно только пешком. Дмитрий Долматов, Сергей Калмыков, Первый городской. Членов городского совета проверят на пристрастие к прогулам, к напкодавству и аморальному поведению. Достоин ли депутат снова занять кресло, решат аналитики Комитета избирателей Украины и группа гражданских активистов, политологов и журналистов. Одесситы также могут участвовать в аттестации. Достаточно прислать в Комитет избирателей Украины фото и видео фактов коррупции или нарушения законов со стороны депутатов. Результаты анализа обещают представить в сентябре, до начала предвыборной кампании. Любым образом передавать нам информацию, которая как-то бы характеризовала деятельность депутатов Одесского городского совета, как с позитивной, так и с негативной стороны. Речь идет прежде всего о нарушении, допустим, депутатами городского совета прав человека, антикоррупционного законодательства, закона о статусе депутатов местного совета, каких-то этических норм. С начала года охотники за металлом украли более 500 крышек люков. Большую часть из них коммунальщики восстановили. Теперь новые крышки выплавляют из арматурных прутев. Они также выдерживают вес автомобилей, но гораздо дешевле старых чугунных. Вместе с тем в городе объявили войну незаконным точкам приема металлолома. Напомню, в апреле на Северном кладбище бомжи крали чугунные ограды вокруг захоронений и сдавали их на металл. Две тысячи человек, 30 тонн воды и две пожарные машины. На Греческой площади прошла самая масштабная водная битва в истории Одессы. С водяными пистолетами, бластерами, ведрами и бутылками участники ринулись в бой. Дресс-код команд – традиционные черные против белых. Впервые в водных битвах задействовали две пожарные машины. Спасатели в стране не остались и поливали из бронзбойтов обе команды. В целом водное побоище продолжалось около часа. Все закончилось концертом и дискотекой под открытым небом. Мы решили, что водные битвы должны чем-то отличаться. Например, в Китае используют на водных битвах на бутербаттл слонов. Слоны против людей. Мы решили сделать, так как у нас слонов нету, пожарные машины против людей. В принципе, у нас это получилось. Организаторы пообещали, что в августе проведут такие мероприятия во всех райцентрах, а 12 сентября планируют повторить битву в Одессе, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Пока мировой рекорд составляет почти 9 тысяч человек. В украинскую Книгу рекордов попасть проще. Для этого нужно собрать одновременно хотя бы две тысячи участников. В Одессе прошел фестиваль татуировок. В нем приняли участие почти 50 мастеров со всей страны. Одни представляли уже готовые работы. Каждый из рисунков уникальный по стилю и методу выполнения. Другие демонстрировали мастерство прямо на фестивале. Новая татуировка появилась и у Игоря Филиппова. Оператор первого городского Алексея сегодня выходной. Он один из моделей Одесского фестиваля татуировки. На ноге ему бьют известного суперзлодея Джокера. К терпению Алексею не привыкать. На его теле уже 8 татуировок. Более особо-то нет. Как говорится, в последний час он трудный самый. Сейчас еще все в порядке. Но это не первая татуировка. То, что я все чувствую комфортно. Многие мастера на фестивале – самоучки. Начинали с самодельной машинки, а знания набирали с опытом. Сейчас каждый стал профессионалом с уникальным стилем и методом работы. Все мастера работают по-разному. Некоторые работают с контурами, некоторые совмещают контура. Некоторые работают вообще без контуров. Как работаете вы? По-разному совмещаю. Иногда так, иногда так. Как удобнее. В среднем на исполнение одной небольшой татуировки надо от 4 до 6 часов. Сначала скидз переводят на трансфер, а потом на тело. Что ж, попробуем и на мне. Боль почти не чувствуется. Мой мастер из Светловодска знает, что делает. Методично линия за линией выводит контуры татуировки и подготавливает все к заливке цветом. Если отвлечься на разговор, можно и забыть, что каждую долю секунды в твое тело впивается и глаз краской. Через несколько часов боль станет гораздо сильнее. Но оно того стоит. Фестиваль татуировки проходит в Одессе впервые. Всего в нем приняли участие почти 50 мастеров из разных областей Украины. Организаторы утверждают проводить фестиваль намерены ежегодно. Планы на 2016-й уже есть. Мы хотели бы расширять масштаб нашего фестиваля ежегодно. Думаем дойти до такого более серьезного уровня, чтобы, возможно, совмещать не только искусство татуировки, а, например, сделать фестиваль татуировки и совместить его с фестивалем боди-арта. Тоже очень интересно. У нас мало таких фестивалей проводится. Как именно будет проходить фестиваль татуировки в следующем году, пока неизвестно. В этот раз мастера должны были соревноваться в разных категориях и стилях. Но позже все номинации объединили, чем затруднили работу татуировщиков. На выходных центр Одессы стал трассой международной велогонки. В ней приняли участие 15 команд из Украины, США, Латвии, Азербайджана, Румынии, Беларуси, Молдовы и Израиля. 1 августа соревновались на загородном маршруте. Основная часть гонки прошла на трассе Одесса-Киев. Во второй день велосипедисты переместились в центр города. Главной сложностью трассы стала брусчатка на одесских улицах. Это классная европейская традиция. Я могу сказать, что в Европе, ну по крайней мере я знаю, только две гонки, которые имеют такое серьезное количество брусчатки. Это Париж-Рубе во Франции и Турфландрии в Бельгии. И вот наша третья будет. Соревнования такого уровня проходят в Одессе впервые. За два дня спортсмены проехали почти 300 километров. Из-за гонки пришлось на полдня перекрыть движение почти во всем центре города. Для спортсменов Одесса-Гран-при – это бесценный опыт и возможность проверить свои силы. Правда, не обошлось и без травм. Член сборной Украины Андрей Чернявский травмировал колено в самом начале заезда и вынужден был прекратить соревнования. Выносливость, тут же тренируется, тренируется для того, чтобы где-то на уровне таком же соревнования выехать и показать свои лучшие достоятельства. Очень сложно, тут это техническая трасса, тут много поворотов, много участков скоростных, горных. Также по брусчатке очень тяжело ехать. Немного гонщики выдерживают такое напряжение. Ну а победителем гонки стал украинец Александр Поливода. Отмечу, Одесса-Гран-при впервые прошла в 1995-м и только в этом году, ровно через 20 лет, получила международный статус. Цветная битва. На минувших выходных в Одессе прошел фестиваль красок. Несколько сотен человек приняли участие в ярком безумстве на Греческой площади. Главная задача – забросать соперников пакетами с красителем. Чистым уйти не удалось никому. Досталось и нашему корреспонденту Ольге Дунской. Воскресенье. Греческая площадь. Буквально через полчаса здесь пройдет самая яркая, в прямом смысле слова, битва. Краску для фестиваля продают прямо на месте. 45 гривен за 100-граммовый пакетик с цветным порошком. За яркими упаковками выстроилась целая очередь. Желающих поучаствовать много. Организаторы уверяют – это пищевой краситель. Для людей он безопасен и легко отстирывается. Главное – не дать ему высохнуть на мокрой одежде. Это индийский фестиваль, в котором люди, когда кидают подобную пищевую краску, они выплескивают в эту краску всю свою злобу, весь свой негатив. Эта краска сделана на основе пищевых красителей. Она абсолютно безопасна при попадании в глаза, в уши, в нос, в дыхательные пути, в пищевод. Абсолютно безвредные. Когда все вооружились краской, организаторы дают старт. Феерия цвета начинается. Одного пакетика хватает примерно на 5-6 бросков. Но этого достаточно, чтобы раскрасить и себя, и соседей. Участники в восторге. Это весело, это много позитивного настроения и много эмоций. Главное, что никто не обижается, когда ты кидаешь. Я тут второй раз, и могу сказать, что группа предупреждает о том, какую одежду надевать, то есть какую снимать. Одесситка Алина пришла на греческую площадь в свадебном платье. Говорит, давно хотела поучаствовать в фестивале красок. Необычный наряд выбрала специально. А что его хранить? Оно же просто так лежать не будет. Вышла когда-то замуж, а платье осталось. Вот и все. Оно лежало-лежало. Я давно хотела на этот фестиваль попасть. Весело, классно. Много народу. Уже через полчаса несколько сотен участников были раскрашены до неузнаваемости. Краска закончилась, но праздник продолжился. На греческой площади устроили дискотеку и флешмоб. Фестиваль красок – это уникальная возможность окунуться в мир детства. Для вас в мероприятии участвовали Ольга Дунская, Олег Шпакс, Первый городской. Ну, как говорится, чем бы одесситы не тешились, лишь бы они радовались. Таким запомнится понедельник. Это было время Одессы на Первом городском. Смотрите нас также в интернете. Один от Ин Юэй. Берегите город и до свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА